Перед законодательным собранием Владимир Микушевский выступает уже в пятый раз. Это главный ежегодный отчет. Сегодня в зале присутствует 39 депутатов, и у каждого из них есть свой вопрос к губернатору. Глава региона об итогах работы за прошлый год отчитался за 45 минут. Привел множество цифр, рассказал о положительной динамике развития края, выделил проблему с дорогами, но пообещал все исправить. Без внимания остались разве что хаяты. Но депутаты не упустили возможности спросить об этом. Первым рискнул коммунист Артем Самсонов. Формулировка была простой. На гостинице потрачено уже 18,5 миллиардов рублей, а хотят вложить еще 6,5. Так может быть зафиксировать убытки и не тратить бюджетные деньги? Простая экономика. Сейчас вкладывая 6,5 миллиардов, а нужно для достройки 6,5 миллиардов. Мы стоимость гостиницы, которую уже решено продать по окончанию строительства, на 6,5 миллиардов она дороже не станет. И ответ губернатора меня абсолютно не устроил, потому что он абсолютно беспочный. Да, она станет дороже. Вот и все. Но она станет дороже, может быть, на 100 миллионов, на 200 миллионов, но не на 6 миллиардов. Миклушевский подтвердил, деньги нужны только на один хаят. Второй на Мессибурном выставят в очередной раз на продажу уже в ближайшее время. А для того, чтобы достроить гостиницу на Корабельной набережной, необходимо взять в долг из бюджетных средств порядка 2 миллиардов 700 миллионов рублей. Около полутора миллиардов сейчас, остальное осенью. Вот вы спросили, будем ли мы выходить к депутатам с просьбой о гарантии. Да, будем. Потому что по-другому кредит нашему домовне никто, естественно, не даст. Значит, оправдано ли это? Ну да, оправдано. Потому что гостиница в нынешнем виде стоит одни деньги, запущенный как бизнес, и который можно посчитать других денег, только и всего. По нашим оценкам, мы гостиницу достроены, продадим дороже, и те затраты дополнительные, которые понесем, сможем купить. По словам губернатора, изначально хаят строили с нарушениями. В результате стены вываливались вместе с розетками, дверные проемы не соответствовали нужному уровню, и сейчас объект приходится фактически перестраивать. Там было настолько много, ну как говорят, косяков, и все надо просто, просто все переделывать. Поэтому, к сожалению, такие дополнительные затраты. Большинство лидеров фракции поддержали Миклушевского и согласились с его докладом. Но некоторые все же остались недовольны и оценили работу губернатора как время упущенных надежд. Это же просто страшно, когда каждый год выделяют почти по 2,5-1,5 миллиарда рублей на достройку не понять каких золото-бриллиантовых уже гостиниц, которые пользы для жителей краев, в принципе, не принесут никакой. Но будет только польза для тех богатеев, которые могут себе позволить там жить. Потому что самый дешевый номер в этих гостиницах будет стоить от 10 тысяч рублей в сутки и выше. Коммунисты уверены, у главы региона отсутствует самокритика. В своем ежегодном отчете он не привел ни одного отрицательного примера. Поэтому депутаты, выступая, сами напомнили о проблемах в регионе. Про коррупцию, критическую ситуацию в лесной отрасли, законы безнадзорных животных, отсутствие хосписа, угольную пыль в находке и многое другое. Вопрос, который я озвучил, свой законопроект внес, очень просто. Первомайский район, два дома, Пехтовая 35, Кипарисовая 26, 450 семей, обманутые пайщики, инвесторы. Люди либо живут, либо не живут в недостроенных объектах. Суды тянутся годами, застройщики, два директора находятся в СИЗО. Все, должно подключаться государство, администрация, края помогать. К слову, с депутатами согласны и другие жители Приморья. Пока некоторые СМИ вели прямую текстовую трансляцию с заседания, в комментариях к происходящему появлялись различные мнения. Положительных из них было гораздо меньше. Валерий Белоус, Станислав Лазебный. Новости на Восьмом.